Всем привет, с вами Дэн. На мне сейчас новый скин призрака, а значит, что вышла новая обнова 3.9.0. Этот обзор я записываю второй раз, потому что обнова вышла вчера ночью, и когда она только вышла, здесь было настолько много багов, что сам чекенган почему-то сильно лагал. Поэтому перед началом, 100% вам нужно поставить лайк и подписаться на канал. Да, обнова получилась в этот раз довольно маленькой, ну и довольно багованной, как я уже сказал, но всё же посмотреть её нужно. Ну всё, я не буду медлить, погнали. Начнём с того, что никаких оружий не добавили, машин, чтобы вы понимали, тоже не добавили. То есть реально у нас довольно маленькая обнова в этот раз, это очень странно. Но, кстати, вот я задумался, почему так может быть. Возможно разработчик готовит 4.0, но это, конечно, вряд ли. Но мы надеемся, что 4.0 будет, ну, реально глобальной обновой. Потому что, ну, такая цифра, и такое пропускать нельзя, мне кажется. Итак, что у нас по шляпам? Вот такие вот странные шляпы. Они вообще, по-моему, взяты из какой-то игры, как и ещё кое-какой скин, который я сейчас покажу. Но вот разве что мне понравилась вот эта шляпа и пиратская прикольная. Новые ботинки у нас вот такие вот появились прикольные. Вот такая вот борода, есть белая, чёрная и вот такие усы чёрные. Ну, в принципе, норм, но, кстати, тоже, по-моему, из той же игры взято. В рюкзаках у нас вот такие мечи и вот такие вот рюкзаки, всякие такие шарфы. И это всё тоже взято из какой-то там игры. Я не знаю, что это за игра, но это всё очень странно, потому что, получается, из одежды сам разработчик, ну, ничего не делал. И как бы всё, остались у нас костюмы. И здесь, конечно, прикольно, это вот такой зомби, у которого такие вот зубы. Вот такой вот зомби, вот такой вот череп, это уже не зомби, скорее всего. Костюм какой-то, не знаю, что это именно, без понятия. Может, заключённый какой-то, не знаю. Ну и призрак, мне прям призрак понравился. Кстати, почему здесь на картинке у призрака такая же шляпа, как у вот этого вот заключённого? Ну и, конечно же, новые животные, новый скин, скажем так. Это вот такая вот мышь, если мы её выберем, зайдём в костюмы, тут у нас будет много вариаций. Ну и, как вы уже, наверное, поняли, эта мышь тоже взята из той же игры, с которой вот эти все предметы, которые я сказал. И да, карт у нас никаких, вообще никакой карты. Опять же, надеемся на 4.0, это будет следующее обновление, а, скорее всего, уже в марте где-то. Если там не будет чего-то офигенного, ну, я не знаю тогда, чего нам ещё ждать. Ну и, как бы, практически всё, то есть, мне осталось вам показать только предметы. И я решил, в принципе, в этот видос сразу и пасхалки поставить, потому что обнова реально очень маленькая. Наверное, вообще, вот мне она не очень понравилась, я её оценил на 3 из 10, но это реально слабенько. Так, в предметах у нас вот такая горилла, ну, прикольная горилла, как бы угарная, глаза вот такие смешные у неё. Вот такая, кстати, штука, на которую можно, если что, ну, вот так вот сесть, скажем так. И всё, и ты будешь вот так крутиться. Ну, прикольный предмет. Потом вот такой сигма. Заборчик такой. Пальмы прикольные, кстати, вот пальмы, реально кайф. Ниндзя вообще не знаю, что, зачем он здесь нужен. Это, наверное, из какой-то игры, и горилла тоже, мне кажется, из какой-то игры. И вот такой куст. И как бы всё, всё, то есть реально больше ничего в этой обнове нету. А, ну, эмоции. Это у нас арбуз, можно держать вот так вот, кушать сыр, пить коктейль и читать книгу. Ну, ещё вот такой арбуз есть прикольный. Что у нас по пасхалкам? Ну, первое, конечно же, у нас в менюшке, которые появились почему-то спустя несколько версий. То есть, вот у нас тигр, вон там вот жаба. И всё, я не знаю, это можно считать пасхалкой или нет, скорее всего. Это вряд ли пасхалка. Вот на карте Айленд, вот если мы сейчас зайдём, если вы помните пингвинов, а они вообще остались, вот это, кстати, интересно. А, да, вон там вот у нас пингвины. Ну, а вон там вот мы можем увидеть ту самую гориллу. Только здесь она вот так вот качается. Ещё одна пасхалка у нас на карте Таун Трифул. Нам нужно прийти вот к вот этому кафе легендарному. Потом поднимаемся на вот эту вывеску. И тут мы видим вот такие крылья. Вы подумайте, блин, опять искать крылья уже в третий раз. Но нет. Мы просто подходим, вот так вот бегаем. Вот, если что, крылья. Выходим из сервера. Магазин. Рюкзаки. И что мы видим? А мы видим просто дофигища. По-моему, 16 крыльев. Которые нам даются сразу, типа, за один раз. Да, крылья прикольные, но вопрос, а зачем нам третий раз крылья? Я, конечно, не знаю, но вот эти прикольные крылья мне нравятся. Ну, спасибо на том, что нам опять их искать не пришлось. Это, конечно, было бы прикольно что-нибудь поискать. Но крылья именно уже искать, если честно, надоело. Сколько? У нас 4 вида крыльев. И вы не поверите, но это всё. Почему-то, я не знаю почему, но 3.9, похоже, оказалась самой маленькой. Самой богованной, самой, наверное, худшей обновой. Как бы мне не хотелось это говорить. Но не будем расстраиваться, потому что мы хотя бы не ждали её 3.5 месяца, как раньше. Теперь нам остаётся только ждать 4.0. Какую-то интересную, не знаю, функцию. Интересную карту, интерес... Режим. На секундочку, режим. Как давно у нас не выходили режимы. Последний режим это танки у нас добавлялись, и всё. А с этого момента как бы прошло уже... Ого-го. Поэтому, разработчик, мы реально ждём, ну, какого-то нового уровня. Всё-таки 4.0, сами вдумайтесь. И если эта обнова выйдет без режима, это будет, ну, это будет разочарование, реально. Опять же, очень хочу, очень, чтобы 4.0 не провалилась. Мы все на это надеемся, на тебя, разработчик. Ну, а на этом всё. Это были сразу и обнова, и пасхалки. Вот такое вот небольшое обнове. Пишите в комментариях, как её оцениваете, как вам это обновление. А на этом я буду заканчивать. С вами был я, Дэн19К. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok